Итак, мы вывели необходимые достаточные условия равновесия произвольной системы сил. Эти условия сводятся к двум векторным равенствам. r равняется 0 и m относительно некоторой точки, пускай точки O для разнообразия, равняется 0. Каждое из этих векторных равенств представляет собой некоторую сумму. Распишем, как это будет выглядеть в скалярной форме. То есть каждое векторное равенство — это три скалярных равенства проекции на оси x, y и z. В качестве осей x, y и z выберем прямолинейные декартовые системы координат. У нас получается так. Сумма f, k, x. Я пишу развернутую форму записи вот этих условий равновесия. Потом напишу более сокращенную, удобную для записи. Например, суммирование по k от единиц на n, это я один раз напишу. И это равняется 0. Дальше я уже индексы не везде буду писать. f, k, y, 0, f, k, z, 0. Это я записал сумму проекции всех сил на соответствующие оси. Но аналогично я пишу сумму моментов относительно точки O силы f, k. Здесь я пишу вектор. Здесь я пишу вектор. Но если писать вектор, то надо писать так. m проекция на ось x равняется 0. Но можно проще написать, мы уже доказывали, что проекция момента, вектора момента силы относительно любой точки оси, это и есть момент относительно оси. То есть другая форма записи. Это сумма моментов просто относительно оси x. Буква O здесь уже не фигурирует. Просто относительно оси x. Сила f, k. Но здесь вектор, конечно, напишем, равняется 0. Дальше будем писать просто x, не будем писать векторные равенства. И здесь пишем сумму m относительно оси y, f, k, t. Но здесь вектор можно писать, равняется 0. И сумму моментов относительно оси z. f, k, t равняется 0. Вот эти 6 скалярных равенства представляют условия равновесия произвольного твердого тела. Значит, если к произвольному твердому телу приложены силы, то эти силы должны удовлетворять вот этим условиям равновесия. Эти условия должны выполняться. И наоборот, если выполняется, то тело находится в равновесии. Это необходимые и достаточные условия равновесия твердого тела. Но есть частные случаи, на которых мы сейчас остановимся. Итак, несколько частных случаев. Первый частный случай, допустим, у нас вся система сил лежит в одной плоскости, и так называемая плоская система сил. Пускай эта плоскость будет x, y, без ограничения общности, можно взять любую плоскость, там x, z, наклонную плоскость, потом переменить систему координат, и опять получить, что вся система сил находится в плоскости x, y. Таким образом, может нарисовать. Вот это наша плоскость, в которой находится вся система сил, каким-то произвольным образом расположена. У нас была такая классификация, сходящаяся, параллельная и плоская система сил. Вот речь идет о плоской системе сил. Вот это вот ось z, перпендикулярной плоскости. Можно, в принципе, нарисовать x, y, x, y. Но главное, что система сил лежит в одной плоскости. Это значит, что у нас проекция всех сил на ось z будет автоматически удовлетворяться. Проекция всех сил, лежащих в плоскости x, y, на ось z, очевидно, ноль. И это уравнение не имеет смысла для плоской системы сил, расположенной в плоскости x, y. Поэтому это уравнение я зачеркну. В общем случае оно должно удовлетворяться, а в плоском случае это уравнение теряет свой смысл. Оно превращается в тождество. Аналогично в тождество превращается и уравнение моментов относительно оси x, y. Вот это сумма моментов относительно оси x, y. Почему? Потому что у нас все силы, лежащие в плоскости x, y, либо пересекают эти оси, либо параллельные. А у нас было такое определение, что момент силы относительно оси равен нулю тогда и только тогда, когда сила и ось лежат в одной плоскости. Значит, если сила и ось лежат в одной плоскости, то момент равен нулю. Значит, у нас получается вот ось, вот сила, они лежат в одной плоскости, поэтому вот эти два уравнения теряют смысл. Я их просто зачеркну. И остается одно уравнение из моментов, суммы моментов относительно некоторой оси z, проходя через некоторую точку этой плоскости. И те два уравнения суммы проекции на оси x и на оси y. Таким образом, условием равновесия плоской системы сил является следующее условие. Сумма проекции всех сил на ось x. Я запишу несколько в другой форме, которая тоже принята. Вот так иногда принято. x, k, t. Сил здесь нет уже. А вот такой значок x, k, t равняется нулю. В принципе, это другая форма вот этой записи. Это одно и то же. Сумма y, k, t равняется нулю. И сумма моментов, здесь надо бы написать сумму моментов относительно оси z, но z проходит через некоторую точку, и нам важнее эта точка. Значит, сумма моментов относительно точки b всех сил. Но здесь, конечно, надо бы написать, иначе здесь иных сообщений будет k. f, k, t равняется нулю. Вот это условие равновесия произвольной плоскости системы сил. Значит, надо составить сумму проекций на ось x, на ось y, и составить сумму моментов относительно некоторой точки. Вот эти моменты относительно точки на плоскости, на самом деле, это, конечно, все-таки правильно сумма моментов относительно оси. То есть каждый из этих моментов может быть положительной или отрицательной, как может быть положительной и отрицательной проекции момента на ось z. То есть сама проекция может быть направлена вверх, может быть направлена вниз. Иногда, кстати, вот для этих величин вводят понятие алгебраического момента. Но я бы не советовал придерживаться этого термина, потому что там интересная такая величина вводится. Значит, вводится момент, и еще пишется вот так маленькая буква, галочка. Например, в учебниках Яблонского и других иногда вводится вот такой алгебраический так называемый момент. И он вводится по такой формуле. m равняется плюс-минус f на h. А вот плюс или минус, как хочешь, так и понимай. Когда плюс, когда минус. Ну, конечно, там есть какое-то правило. Если сила пытается повернуть вокруг точки против часовой стрелки плюс, если по часовой стрелке минус, и тогда соответствующий знак и ставится. Но значительно проще и логичнее понимать вот это уравнение, где каждое слагаемое просто есть проекция на ось z. Тогда все очень просто. Ну, что и согласуется, кстати, вот с этим утверждением. Значит, если проекция направлена в сторону оси z, то момент положительный будет, проекция положительная. Если вниз направлена, то проекция отрицательная. Но действительно, если сила будет поворачивать вокруг оси и смотреть с конца оси против часовой стрелки, то есть вот так вот, то и проекция будет направлена к верху, и момент будет положительный. Если сила будет пытаться повернуться вокруг оси по часовой стрелке, то мы смотрим с конца оси, вращение происходит по часовой стрелке. Согласно правилу векторного произведения, у нас знак будет минус, у нас будет момент отрицательный. В общем, это три основных уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Это три основных уравнения, но есть еще и два дополнительных уравнения равновесия. Рассмотрим другой частный случай условия равновесия системы сил. Пускай у нас система параллельных сил. Математически это можно выразить так. Все силы FKT образуются как некоторый направляющий вектор E, но это единичный вектор, направляющий вектор этой системы сил, умноженное на величину силу FKT. Пускай система параллельных сил у нас для определенности просто параллельная оси Z. В принципе, это всегда можно выбрать, эти оси. Вот у нас имеется система координат X, Y и Z. Если у нас все силы не обязательно вниз, можете вверх, параллельная оси Z расположена как угодно в пространстве, тогда, очевидно, из этих шести уравнений часть уравнений будет удовлетворяться автоматически. Во-первых, силы параллельной оси Z непременно будут иметь проекции на ось X на ось Y равны нулю. И поэтому вот эти два уравнения удовлетворяются тождественно, их можно вычеркнуть. Далее, все силы будут лежать в одной плоскости с осью Z. А если сила и ось лежат в одной плоскости, мы показывали, момент этой силы относительно этой оси будет ноль. Поэтому последние условия тоже удовлетворяются автоматически, тождественно. Вот эти три средних уравнения и являются условием равновесия произвольной системой параллельных сил, где силы параллельны в частности оси Z. Три уравнения для решения задачи. Третий случай условия равновесия системы сил. Третий случай относится к системе сходящихся сил. Допустим, у нас все силы пересекают некоторую точку. Ну, вообще-то говоря, силы не обязательно сами могут пересекать и называться сходящиеся. Линия действия проходит через эту точку. Ну, у нас сила является вектором скользящим. Всегда можно перенести в саму точку. В данном случае это несущественно. F2 и так далее. Система сходящихся сил. Располагаем систему координат так, чтобы начало координат приходилось именно на эту точку. На эту точку. Тогда все силы пересекают эту точку. Моменты всех сил, естественно, будут равны нулю. Сумма моментов – ноль. И последние три уравнения удовлетворяются автоматически. Остаются только первые три уравнения. Поэтому для пространственной системы сходящихся сил необходимо записать три уравнения. Поэтому если получается неизвестных больше, чем три, то решить задачу будет нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!